Доброго утра! Всем добрым людям! Здравствуйте, дорогие мои друзья, подписчики, гости канала! Мы находимся у истоков речки Булюпе, на которой мы были, когда приезжали в Уздвинск. Вот здесь вот она вытекает. С левой стороны Лелупе, большая река, которая идёт из Литвы к нам и впадает в Рижский залив. Вот она там сзади. Здесь такой полуостров. И вот эта речушка уже Булюпе. Она будет впадать тоже в Рижский залив, но уже возле Риги. Вот она на том берегу Юрмала, за этим островом. А вот здесь Баббиты там дальше, Варнук Рокс и здесь есть белая дюна, Балтакапа. Возможно, мы проедем мимо и сфотографируем её. Вот такое спокойное течение у этой Булюпе. Она граничит крепость Далгогрифскую, которую мы недавно хотели снять, но не получилось. И Рижский залив, и эта речка омывают этот полуостров. Теперь он считается островом. Вот так сегодня 8 градусов, пасмурно, с утра было туманно. В карте видно Леупе, а направо утекает речка Булюпе. Вот такое тихое местечко. И птички поют. И утки крякают. Красота! И вот такая дюна, называется Белая дюна, в Варнук Роксе, возле речки Леупе и основания истока Булюпе. Вот такой высоты дюны, сосновый лес. А за дюной река. Красота! Я раньше здесь не была. Юрий сегодня вывез меня сюда. Да, недалеко аэропорт Рига слышны, как летают самолеты. Помечены деревья, которые будут наверняка пилить. Такие сосны, красивые. Тропинки есть, но высоко подниматься. Чуть-чуть посмотрю, пройдусь. Тихо, красиво и воздух сосновый. И вот так в ноябрьском лесу грибочки такие растут. Ну, это что-то из серии Паганки. Такие никогда в жизни не брала. И даже не знаю, что это за грибы. Их тут рассыпями. Вот такие грибы растут здесь. Ложные лисички или что-то в этом роде. А вот так дюна на самой вершине. И вообще, Балта-Капа, Белая дюна, это самая высокая дюна в Юрмале. Она высотой до 17 метров. Вон по берегу, вернее по гребню дюны бегает народ. Спортом занимается. И длиной дюны 800 метров. Вот это, если напрямую по дороге от Передайны, от станции железнодорожной, 4 километра. И сама дюна, она вот стоит перпендикулярно к морю. К морскому берегу. На берегу Лелупы. И образовалась она, дюна, в конце, нет, даже в середине, в 1757, если точно, году. Когда Лелупы протекала до этого по руслу сегодняшнего рукава Бульупы, где мы стояли на берегу Бульупы, она прервала Лелупы, перешейки, стала впадать уже в море в сегодняшнем устье. В Латвии есть еще две белые дюны. В Саукрасты мы как-то проехали мимо, но не поднимались на дюну. И есть белая дюна Пурциуса. А сейчас я покажу примерно как вниз. Но я поднималась очень отважно, без палочек сегодня, без этих, которые для ходьбы скандинавской. И карабкалась вверх. Вот сейчас не на самом гребне я стою, но покажу, где далеко. Внизу машины припаркованы. Здесь тропинка по всей дюне. Народ протоптал. И внизу гуляют. Вот так вот выглядит вершина. И вот внизу, далеко внизу, парковочка маленькая такая. Юра не пошел уже вверх. А я на такую верхотуру поднялась. Бог ты мой. Почему она белая? Потому что нам, если со стороны реки смотреть на дюну, песчаная состав песок, дюна и есть песчаная. Вот. А сейчас мы будем совершать спуск. С этой верхотуры собак выгуливают. И вот сейчас я пойду вниз. И вот так выглядит снизу дюна. Вот так высоко, высоко. Она вся из песка, дюна. Но дышится здесь, конечно. Рядом река, рядом с морем. И сосновый лес. Машин много останавливается. Так здесь недалеко поселок Варнук Рокс. Ну что ж, друзья мои. Спасибо всем за прогулку, за совместную экскурсию. За то, что прогулялись со мной. Посмотрели. И на Болю Пите. И на Варнук Рокс. И на Дюну Белую Балта Капа. Спасибо еще раз. До свидания. Всем доброго здоровья. Отличного настроения. Всех благ. И всего-всего самого наилучшего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok